Смотрите, мы очень много говорили про хлеб, но у меня там в заголовочке нашей второй темы было Правильное питание. И именно с этой темой присоединяется к нам Динара. Правильное питание, как создать конкурентное преимущество в ассортименте. Мы об этом буквально в ближайшее время поговорим. И вы знаете, это из той истории, когда наше российское оборудование... Светлана, как раз вы говорили о том, что сколько интересного оборудования, которого мы не знаем. Или сколько интересных ингредиентов, которые не знали, что они есть. И вот когда мы готовились к выступлению, я услышала, что именно эту тему мы должны действительно раскрыть в полной мере. Передаю слово, микрофон, кнопочку большую нажимаем и вперед. Еще раз представлюсь, меня зовут Динара Черкасская, я коммерческий директор и совладелец группы компаний Аббат. Наши заводы основаны были все моим отцом, поэтому считаем, что актуальную тему немножко затрагиваем, потому что мы полезли именно в сегмент правильного питания. И с нашего оборудования собирается именно комплексное оснащение, в том числе под правильное питание для ритейла. С этого, пожалуй, тогда и начнем. Какие вообще критерии? Сейчас такая тенденция идет по всему миру, как всем известно, в принципе, среди дилеров, среди в том числе ритейлеров, идет такая молва, что вся тенденция приходит к вам в Россию с запада, ну, примерно через 5-10 лет. И что, в принципе, мы и наблюдаем, что среди спортиндустрии, среди индустрии питания, среди зожников и так далее, давно уже развита тема. Именно мы то, что мы едим. Нужно именно соблюдать неспецифические рекомендации здравоохранения. В каких-то странах за соблюдение этих рекомендаций даже начисляют, например, дополнительные баллы, которые можно потом воспользоваться на лечении каких-то допуслуг и так далее. То есть весь мир к этому идет. И из неспецифических рекомендаций, это, например, правильный сон, свежий воздух, правильное питание, гигиена, защита от ОЭП. Мы с вами можем повлиять конкретно на питание. О чем мы, собственно, и вещаем. А что про питание? Это правильное соблюдение калорий, сбалансированное именно потребление макро-микроэлементов из еды. И при этом мы с вами должны обеспечить это все за приемлемую цену, с приемлемым вкусом для потребителя, чтобы это было и вкусно, и доступно для большой массы населения. И сдвиг в модели питания, это вот как раз то, о чем я рассказываю. То есть потребитель ищет уже в сетевых магазинах какие-то свои ниши, свои полки с питанием, которое не хотелось бы перехватить. Не только уже теперь ищут булку, которую хочется быстро перехватить и побежать дальше. Уже даже студенты ищут что-то более здоровое, более правильное. Это, например, перекусы в виде орехов, перекусы в виде сушеных фруктов с минимальным содержанием сахара и каких-то канцерогенных жиров и так далее. То есть это то, к чему мы идем даже в молодом поколении. Были проведены исследования на тему того, что именно потребляют разные группы населения, какой процент населения потребляет те или иные продукты питания, полезного именно содержания. И было выявлено, что примерно 40% стабильно ищут на полках правильное здоровое питание, не жареное, приготовленное на пару, с соответствующим содержанием разнообразных именно продуктов. Из этого, что мы можем предложить. На собственном производстве у ритейла организовать, и как оно уже организовано, собственное производство. В том числе это хорошо собирается из нашего оборудования. Это анализ по группам населения, как я вам оставлю ознакомиться. И создавать за счет этого трафик. Как уже было сказано предыдущими спикерами, это, например, хлеб, но в том числе правильный, приготовленный на ферментаторах, например, на живой закваске. Потому что в качестве хлеба идет тенденция именно к живой закваске, чтобы было минимальное содержание дрожжей. Потому что опять ходит молва, что дрожжи это плохо, мы не будем влезать им в споры, хорошо это или нет. Но тем не менее потребитель уже ищет минимальное такое содержание дрожжей, либо бездрожжевой, либо на заквасках. Потому что я сама его ем. В том числе он легче усваивается. У него хорошие вкусовые качества. И если он еще и свежий появляется на полках, то это вообще просто прекрасно. И потребитель именно ищет такого рода товар. В чем плюсы производства? Можно при самостоятельном именно производстве. Можно самостоятельно контролировать и трафик. То есть выстраивать себя все таким образом, чтобы потребитель, как в Икеа, проходил через все категории товаров. В том числе отстройка конкурентов, как было, например, сказано лентой, за счет своей какой-то уникальности, уникальности рецептур. Контроль себестоимости изделия, так как все у вас выпускается. У вас есть входное сырье. И дальше все уровни потребления, в том числе электроэнергии, мощностей, человеческие ресурсы. Вы отслеживаетесь самостоятельно. В том числе можно на каждой точке кипка регулировать ассортимент. Если это разные районы, например, города, в разных районах есть свои ценовые сегменты. И можно что-то держать на полке своевременно в том или ином ассортименте. И в том числе вторичная переработка продуктов, про которую мы чуть позже хотим сказать. Это, например, то, что подходит срок годности. Из сырья, фрукты, овощи лежит, например, можно купить леофильную сушку и остатки засушить, которые потом можно также реализовать в хлебобулочных изделиях в качестве добавок или самостоятельно в пакетиках, как ЗОЖ-продукт, ЗОЖ-перекус. Это касательно хлеба. Хотим предложить свое видение. Можно реализовать, например, вот в таком варианте в исполнении в нашем оборудовании. Это именно один из вариантов комплексного оснащения. Ферментатор плюс тестомес, плюс расстойка, плюс печь. И получается хлеб на закваске. Ферментатор именно удобно сделать с отложенной расстойкой. То есть так, чтобы с вечера загрузились все продукты. К утру мы приходим, у нас готовая закваска. Потом буквально какой-то небольшой промежуток времени это замешивается, растаивается. Все это можно сделать, например, вечером, потому что есть такое оборудование, как отложенная расстойка. И к утру вы приходите, и к началу смены у вас уже в отложенной расстойке лежит готовая заготовка, которую просто необходимо положить в печь. И через 15-20 минут время выпечки у вас уже будет готовая мелкая штучка. Сушить или не сушить? Это вот как раз то, чего я затрагивала про олеофильную сушку. Можно самостоятельно минимизировать отходы за счет всего одной единицы товаров, единицы, извиняюсь, оборудования с загрузкой в 6 килограмм, например, это олеофильная сушка. Очень сейчас она становится популярным явлением, потому что даже готовые продукты на озоне, если вот интересно, могу тоже ссылочку предоставить, некоторые предприятия реализуют готовые блюда. То есть, например, пасту с грибами, из курицы. Просто добавь воды вместо вот этого роллтона, который сейчас, надеюсь, скоро станет пережитком, и получи горячее здоровое питание. Также у нас имеются в ассортименте дегидраторы, овощерезки, на которых можно это все порезать, положить дегидратор, и это все будет быстро высушено. Плюс дегидратор – это именно способ подачи воздуха, то есть продувкой воздуха из помещения. То есть это будет опять сопутствующий запах вкусный, идти в сам зал к потребителю, что тоже обеспечивает, да, кстати, задрагиваю аромамаркетинг, что дополнительно будет привлекать конечного потребителя. Сублимирование – это как раз то, о чем я уже упомянула, на своем производстве. Вот, например, некоторые из видов сублимированной продукции. Мы сейчас хотим как раз вас с ней познакомить и пустить по рядам то, что мы некоторые заготовочки у себя насушили, по выходу из леофильной сушки они получаются хрустящими. Если их правильно упаковать, они хрустящими и остаются. Мы, например, у себя сейчас на стенде добавляем это и в продукцию готового, например, выпечка. Добавляем леофилизированные сушеные продукты в чай. Она впитывает в себя до 90% потерянной влаги. То есть можно восстановить при этом, не теряя никаких вкусовых свойств. И особенно, что важно, витаминов и микроэлементов. В том числе максимально сохраняется загруженная форма. То есть если вы загрузили целиком ягоды, вылезут целиком ягоды. Загрузили ломтики, они всего лишь усушатся, но не будут такими корявыми и кривенькими, как, например, после прямой сушки кусочков. Готовим на пару. Готовим на пару – это то, чем мы известны уже порядка 20 лет. Паркантоматы мы выпускаем достаточно большой промежуток времени. По паркантоматам нас знает вся Россия. Мы первые именно в производстве паркантоматов. Мы первые в России в производстве конвекционных печей. Это то, с чего мы начинали. Это то, о чем нас знает вся Россия, в том числе за рубежом страны СНГ и Европы. Это наше готовое решение. То есть подкомплексное оснащение собирается в любую комнату приготовления, кухню приготовления и ритейла, оборудованию комплексом. Тут же приготовили на пару, тут же, например, завакуумировали и поставили на полку для реализации. Приготовили на олеофилке какие-то овощи или фрукты, снеки для перекуса, загрузили на полку. Подсушили то, что начало портиться или подходит срок годности у продуктов. Это тоже можно тут же высушить и реализовать. Для того, чтобы немножко подытожить, Аббат именно славится своим комплексным оснащением. Заходя к нам, вы можете приобрести полностью продукцию для осуществления деятельности в качестве приготовления еды от нуля полного цикла. То есть это как, например, на овощерезке сначала произвести заготовки, потом провести тепловую обработку. Если тепловая обработка после себя требует быстрого охлаждения, остудить это в шокере и реализовать продукцию, либо остудить в шокере до минусовых температур положительных хранения, растаивать тесто, запекать это все в ротационных пекарских шкафах. У нас 3000 наименований продукции, и можно подобрать любую продукцию под любые объемы производства, чем мы, в принципе, успешно и занимаемся, и все сети нас по этому поводу знают. Как лента, пятерочка и так далее. Да, на самом деле, я думаю, что сейчас, знаете, на этой четкой точке касаемо комплексного оснащения мы сейчас завершим это. Очень удачно у нас получилось, так, легкий перекус. Вы сейчас получили, да? Я думаю, стоит поаплодировать коллегам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!